всем привет вы на канале Лоплэйс, меня зовут Дульяна, мы с вами продолжаем играть в мистер прейпер, чувствую мы уже очень скоро заканчиваем, потому что сегодня мы отправимся на базу наблюдателя, я проверила у нас с собой только самое необходимое, топор, кирка, винтовка, патроны, вода, запас, да, прямо с утра, я не знаю сколько это может потребоваться времени, но да, отправляемся, гранаты с собой не беру, я что-то мне они совершенно не понравились, они достаточно мало урона приносят, толку от них, толку от них тоже немного, так, сперва мы все чиним, сперва все чиним и едем, я так понимаю ехать надо нам на базу, я не взяла топлива, ну ладно, не сильно страшно, да, топливо надо, надо наверное, может быть литров 15 с собой взять, как я топливо-то забыла, вот балда, да, ух и ужасно, ладно, берем топливо и возвращаемся, возвращаемся уже не такими боевыми, но, да, возвращаемся, зато починили, все нормально, я думаю нормально, не знаю сколько нам ехать, так, погнали, во, ехать на базу, не знаю, ну если что, у нас есть еще 5 литров, дольем, да, где-нибудь по пути, остановимся, не остановимся, посмотрим, если честно, я надеялась, что мы избежим вот этих вот покатушек по пустыне, потому что я не очень хороша в этом, хотя, может быть, есть шанс, может быть, есть шанс, я вроде, вроде уже научилась и прыгать, надо просто прыгать, когда вот этот вот огонечек зажигается, и уворачиваться, вроде, вроде научилась, хотя я сейчас накаркаю, все соберу, все кактусы соберу, о, так, как будто, как будто темнеет, но я же говорила, соберу, я собрала даже не кактусы, я собрала натурально целую гору, да, ну я, честно, я просто отвлеклась на то, что темнеет, я удивилась, что так быстро темнеет, темно не видно же, нифига, как отличить кактусы, которые находятся на моем пути, от кактусов, которые находятся не на моем пути, так, нормально, 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 я так понимаю, мы, типа, едем всю ночь, да, если у нас есть вот эта вот таблетка, чтобы ночью не засыпать, значит, ехать будем, наверное, до самого утра, может, вечером надо было начинать, попроще было бы, тогда бы мы, наверное, начали с темноты, а потом... ладно, пока что, пока что неплохо. Во, я вижу, там что-то брежет, где-то какой-то маяк, по-моему, брежет, не солнце, все равно светлеет, хорошо, светлеет, не такая уж раздолбанная у нас машина, вернуться сможем, да, ну, это откровенное утро, давай, база, как тебе там наблюдатель? Ну, все никак, все никак, нет ее, нету. Это мы, получается, сутки почти едем, да, утром выехали, сейчас уже утро, мы все едем, может, она за мексиканской границей уже, вон, сомбреро, видите, на фоне, приехали, приехали, милотат какая, сейчас посмотрим, чего там, база-наблюдатель, вход, надо держать, девочку какую-то дали, все, о, змея со спины, ну, ничего себе, жизнь нас к такому не готовила, конечно, прибежал, все, нет, надо перекусить чего-то быстро, перекусили, ладно, так, давай, дружок, перезаряжайся, перезаряжайся, а, ну, вроде музычка кончилась, сейчас мы осмотримся, нет, ну, тут вроде ничего с этой стороны интересного нету, значит, идем направо, ой, нифига тут постреляли, конечно, форт-обсервер, ну, окей, какие-то будочки, все, как надо, дверь, упа, нормально, спрятанные в скале, добро пожаловать на база-наблюдатель, это Элис, искусственная интеллекта, тема безопасности, боже, храни президента, ну, храни, пожалуйста, вставьте карту доступа, секунду, может, зато подойдет, спасибо, проверка статуса, личность подтверждена, добро пожаловать на базу-наблюдатель, мистер-выживальщик, боже, он у нас по имени знает, пожалуйста, оставьте все запущенные предметы за пределами базы, еда разрешена, пожалуйста, положите все остальные вещи в коробку, а можно я вам винтовку возьму? Ну, я думаю, что да, ладно, ладно, я поняла, они пустят, нас с чем попало? Еда? Пустые ящики, видимо, для того, чтобы мы могли барахло свое распихать, ну и, а, хотя, вот это, может, тоже можно, нет? Вот разрешен, при этом рабочего дня, откроешься? Сизам, самолет! Это, естественно, бители немного устарели, но все еще годятся для выполнения задач по наблюдению. Так. Ух, ну я надеюсь, что оружие реально с собой можно не брать. Там, по-моему, у нас не пустят, да? Нет, тут прям какие-то горы-горы начались. Нет, тут прямо какие-то, да, горы-горы начались, нам, очевидно, вон туда. Подожди, Стив, пойдем. Сейчас, кстати, заходим, там логово змей, волков, и куча костей тех, кто реально поверил, что надо оставлять оружие. Вот черт, она и правда выглядит знакома. Да, потому что ты был таким из этих, Стив. Какой запах, металл, ржавчина, какие-то химикаты, как знакомо. Я не могу его взять. Ха-ха, почему? Господи, да что с ними? А почему они делают страшные рожи? Растения осмотрели. Так, ну-ка, давайте попробуем, может, где-то тут есть и мы? О, какое-то групповое фото, посмотрим. Запуск медного змея, судя по дате, этой фотографии несколько лет. Какие разные лица. Кто-то серьезен, кто-то счастлив и горд. И тут, о, черт, только не снова, я тоже тут есть. Я строил ту штуковину, медную змея. Вот он, вот он он. Да, логично. Можем вздремануть. А этот, этот критер, идет в столовой базы. Я только что вспомнил. Помню, как встречалось людей. Счастливые лица, командный дух, отличные макароны с сыром. Хорошее было времечко. Я помню улыбку. Кто-то постоянно улыбается при встрече. Что было дальше? Мы же пересекали за этим человеком. Проклятье, не знаю, все как в тумане. Ух. Маленькая металлическая штучка, которая виновата во всех наших проблемах. Слушайте, а где люди-то? Как будто мы в Хоррайз Незер Даун играем. Вот. Типа, люди когда-то тут были, но больше их нету. Ладно, это было бы следовательно круто, да? Натырить отсюда просто компов и убежать. Ха-ха, по своим делам. Так, у нас есть, очевидно, сюда. Давайте мы сперва проверим здесь все. Инструменты, камера для тестов. Почему? Мне кажется, что я вижу все это не впервые. О, нет. Потому что я вспомнил. Как будто это было в другой жизни. Животные, собаки вроде бы, в тестовых камерах. На них направляют какие-то волны. Эти псы набрасываются на других собак, будто вдруг похватили бешенство. Они разрывают их на куски. Проходит время. Теперь они сидят рядом с трупами, все еще измазанные в крови, но послушные, с пустыми глазами. Почему я все это помню? Почему ты все это помнишь, Стив? Почему ты все это помнишь? Смотр устройства для контроля разума. Снимки мозга. Ну, тут вроде бы, вроде бы ничего. Какие-то пятна крови. Вроде бы, вроде бы ничего. Ладно, пойдемте в ту дверь. Тут какие-то непонятные, что это, что это вообще. Какие-то ящики, может быть? Ух, елки-палки. Вот это да, космические технологии. Опа. А можно, можно, можно посмотреть. Ядро искусственного интеллекта. Где способ вносить искусственный интеллект, чтобы вынести модуль управления. Типа он нас не пустит, да? Создать. Во. Вот это верстак. И чего мы тут можем создать? Ничего мы тут не можем создать. Хотя что-то, видимо, можем. О! Ну все, детки, держитесь. Мне можно брать... Сейчас мы это все разберем. Будет много всего, но я так понимаю, что нам все-таки нужно что-то конкретное. О! Патроны. То есть, ну что, еще отстреливаться от кого-то? Что-то надо будет от искусственного интеллекта? Во-первых, мы нож хотя бы экипируем, да? Так, просто комфортней. А это у нас чего? Ах, если бы мы знали, что это. Ладно. Давайте попробуем, посмотрим. Так, во-первых, мы можем перекусить, чтобы лучше себя чувствовать. Атомная бочка. Ой, на его месте я бы ее, наверное, вот так вот не трогала. Вольно, свободно. Я так понимаю, смысл в том, что нам можно это ядро разобрать, а может быть, потом собрать? Типа с... А-а-а! Модуль управления ракетой у нас есть. Пусти нас! А где выход-то? Это большой супаек. Ну, это, очевидно, одежда какая-то. А, рюкзак. Рюкзак. Винтовка. Ладно. О, винтовка, подожди. Че ты так ладно? Винтовка это серьезная тема. Я не совсем понимаю. Я не совсем понимаю, что нам нужно сделать. Мы можем его разобрать. Мы можем собрать обратно. Да? Че, что он... Угу, ничего не работает. А может быть сюда? Нет. Будет заблокирован. Вздремануть. Давайте попробуем вздремануть. Ну, это так. Нет, вздремни, вздремни. Просто в порядке бреда. Мы оттуда пришли? Или нет? Куда мы пришли? Елки-палки. Я все уже... Все уже забыла. Куда-то мы пришли. Нам нужно выйти. Дверь закрыта, видимо, потому что у нас в руках с собой ядро и искусственного интеллекта. И не хотят нас отсюда вытаскивать. Так, ну-ка. Вот у нас нет с собой ядра. Так, может быть нужно... Знаете, как в... Короче, заменить. Положить вместо этой штуки. Попробовать бочку туда засунуть. Это тоже в порядке бреда. Ну, я даже не могу с этой штукой взаимодействовать. Ага. Ага. Понятно. Понятно. Надо... Ну... Блин, надо чем-то заменить. Смотреть. Какие у тебя большие круглые штуки... Нет. Ну, реально, самое... Самое большое круглое, что у нас в принципе есть, но это бочка. Тут тоже мы ничего делать не можем. Ладно. Возвращаемся. Будем думать. Немножко побегала, потупила и засунула обратно шар пустой, то есть без модуля управления. Нам дали еще один рецепт. Фальшивое ядро и нужно пластик и электроника. Так что мы сейчас будем все тут искать, все пытаться разобрать. И сделаем фальшивое ядро, всего-то навсего. Так. Трум-пым-пым. Вот у нас есть, монитор у нас есть. Я думаю, хватит, да? Хватит. Фальшивое ядро. Думаете, получится? Хе-хе. Ну, я думаю, получится, конечно. Как иначе-то? Так, ну и остальное барахло, которое у нас есть. Кстати, да, пришлось поспать аж до следующего дня. Так долго я бегала и пыталась понять, что происходит. Как вообще, что делать. Это не очень, не очень логично, не очень мне было понятно сразу. Да. Ну-ка. Здравствуйте, это я, Элипс. Искусственный интеллект системы безопасности наблюдателя. Мне не нравится ваш поступок. Так и быть, теперь вы можете пройти. Я совсем не злюсь. Что-то мне кажется, что сейчас это подстава. Он... Это же искусственный интеллект, он все помнит. Ну, нет, тут все вроде как раньше, да? Нам нужно всего-то на всего выйти. У нас есть модуль управления ракетой. Не, ну, вроде нормально все. Опа. Да. Стрелять придется? А можно... Нет, я, знаете, я дальше побегу. Вы там разбираетесь. Благодарю, вы угрозы безопасности будете немедленно уничтожены. Наблюдатель важнее всего. Да я папка твой, ты. Машинка дурацкая. Выпусти папку. Что мне делать-то надо? Ага, ну. Серьезно? Как-то ему не нравится, что я делаю. Какая-то странная, странная какая-то тамагочи. Ладно. Я типа все выключила ему? Да? Ой. Почему... Почему двигаются неэлектронные стулья? Можно я пойду? Тебя встретят огнем и яростью. А-а-а-а. Ой, мамочки. Так. Основная задача не быть пришибленными вот этими камушками сверху. Со стульями еще какая-то бабуйня происходит. Пугающая бабуйня. Ай. Кушай, 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 кушай. Надо было питательной еды взять. Нормально. Так, все, полегчало ему? Полегчало. Сейчас надо, значит... Да что ж ты будешь делать? Продолжать. Теперь он у нас и камушками посыпает, и компьютеры надо выключать. Только три осталось. Нормально. Еды. Хорошо, что я еды взяла прямо очень много. Вообще не страшно теперь. Да что ты будешь делать? Злой искусственный интеллект. Злой. Плохой. Нехороший. Так. Наверняка есть какая-то логика, да, по которой... Падают вот эти вот друзья, но я так и не понимаю. Так. Что делаем-то? Что делаем? Опять ломаем. А, не доломали просто в прошлый раз. Все. Ну, сейчас-то доломали. Пусто. Давай, ломайся, ломайся. Мы победим тебя. Хакеры, они именно так же компьютеры и ломают. Они просто бегают между вот девятью компьютерами. И отключают их попеременно. Тщательно усердить цель собственного существования, задача и охраны. Что? Что? А он будет нас кидать с взрывающимися компьютерами? У меня вопрос только, откуда у него такой запас ко мне сверху? Так, я выняла. Тут сперва какая-то пыль летит. Опа. Так, желтые мы отключаем, а от красных, похоже, отбегаем. Потому что они взрываются. Да, я не в ту сторону побежала. Да, он за нами, он за нами. Какой ужас. Что? Что с этими? Главное, знаете, ни турели, да? Ничего такого. Просто взрывающиеся компьютеры. И падающие без конца сверху камни. Четыре осталось. Ладно. Я думаю, что это примерно должен быть последний этап. Ну, то есть что, что страшнее? Страшнее, если он начнет, не знаю, акулами в нас кидаться какими-нибудь. Так, не забываем лопать. Не хотелось бы все это добро перезагружать. Ну, чего-то не вижу, что ли? Вот он, последний, последний. Давай. Победа, победа. Ой, ой. Что-то все взрывается. Все взрывается? Ха-ха, на память можем взять. Остатки. Недовзорванные. А вы знаете, а мы вот прямо возьмем. Честно, возьмем. Действительно, потому что нам еще, знаете ли, ракету делать. Электроника вообще не помешает. Так, сейчас глянем. Компьютеры. Не, ну, все, честно. Все. Может быть, это... На этом все и закончится? Все, никто у нас... Тут еще компьютеры. Тоже что-то не очень хорошо. Самолеты тоже, знаете, могут, не знаю. Вот у самолетов, скорее всего, кстати, должны быть какие-то орудия. Нет? Военная база. Все. Я думаю... Я думаю, все. Ты же летчик? Может, долетишь? Нет? Не хочу обратно ехать. Ужасно. Не хочу. Все, у нас... У нас форт обсервер отпускает с миром. А сейчас мы будем еще думать. А, все поместилось? Только топливо не поместилось. Фиг с ним. Забирай форт. Оставляй себе топливо. Мы как-нибудь справимся. В основном меня интересует... Винтовка и патроны, чтобы их было побольше. Антенна позволяет принимать радиопередачи на больших расстояниях. Так, ну, конечно же, мы чинимся. Конечно же. Давайте. Быстренько. День. В принципе... Я, знаете, только что волнуюсь. Я волнуюсь, что будет с нашим домом. Потому что, по-моему, мы пропустили день. Когда к нам наблюдатель приходил. То есть, я просто сейчас представляю себе такую хотельную. Я возвращаюсь домой. Там все опечатано. Ракету вот так наполовину уже вы... Опа. Ну-ка. Неудача. Завтра я снова приду. Попытки избежать контроля ведут к серьезным последствиям. Если ему не открывать, он просто приходит завтра. Серьезно? Еще таблетка. Так, ну, во-первых, нам надо подготовиться, конечно. Так, время идет? Нет, хорошо, время не идет. Значит, можно почитать. Уважаемый мистер-выживальщик. К сожалению, несмотря на наш блестящий успех, агент Фицпатрик больше не станет донимать граждан. Я оказался в страшной ситуации. Мы избавились от агента, но агентство все же меня заметило. Я в бегах. Мне пришлось бросить работу, дом и имущество. У меня мало опыта в таких делах, и мне нужна ваша помощь. Вы можете отправить мне немного еды? Такое, чтобы надолго хватило. Расскажу, что не пишут в правде. Международные отношения сейчас крайне напряженные. Похоже, другие государства обеспокоены медным змеем. Не забывайте меня и берегите себя, мистер-выживальщик. Так, ему прямо всего надо отправить? Ладно. Что мы делаем? Как это ни странно, мы сперва самыми бытовыми вещами занимаемся, а именно мы все заправляем. Мы ждем нашего гостя. Так, а что? А, электричество вообще отключили, да? Ой, ладно. Это что такое? Пора для очистки. Все, хорошо. Мы, то есть, винтовку убираем. Компьютер лишний убираем. Все убираем лишнее. Таблетки. Топоры. Все убираем. Встретим его спокойненько, да? Тихонько. Чемоданы кончились? Ёлки-палки. Кончились чемоданы. Зараза. Че делать-то? Я не хочу больше сундуков вставить. О, у меня еще есть один сундук. Все, вопрос. Вопрос исчерпан. По поводу всяких запасов. У нас есть вот всякие тыквенные супы. Сейчас мы тоже посмотрим, что можно отправить человеку. Так, пропуск, я думаю, нам уже не нужен. Это мы продадим. Так, вот это все мы скидываем. О, как раз хватило. Еда. Нормально. Все. Он приходит что-то под вечер обычно, да? Так, накрыть. Все чистенько. Ой, чистенько. Хорошо, все хорошо. Ах, ладно. С остальными у нас, по-моему, все прекрасно. Тут доверие опять. Я думаю, можно дотянуть, кстати. Так, туннец. Десять тунцов. Десять сухопайков. Не знаю, во сколько он придет. Тунцы, сухопайки, консервированная рагу, супы. Сейчас мы все скинем. Наконец-то можно это кому-то скинуть. Наконец-то. Пятьсот баксов. Пятьсот баксов. Ух, ух, сразу больше уровень. Винтовку покупает. И че я не взяла винтовку с собой? Нафига эти компов набрала. Сейчас бы... Сейчас бы... Сейчас бы все продали. Ладно, я думаю, надо подремать. Я не понимаю, он сегодня придет или завтра? Видимо, завтра, да. Что-то рано я перепугалась. О, мигмена. Нормально. Нормально. Сейчас почитаем. Спасибо, что присылаете мне еду. Мистер Выживальчик, вы мой ангел-хранитель и источник вдохновения. Возможно, это последнее мое письмо. У меня осталась еще одна просьба. Они хотят прийти за мной в убежище. Мне нужно подготовиться. Либо пробиваться силой, либо дать последний бой. Для этого мне понадобится мощное оружие. Обыкновенный пистолет не подойдет. Дорогой мистер Выживальчик, не могли бы вы дать мне автоматическую винтовку и 100 патронов. Если я выживу в этой битве, то обещаю ответить на многие, ложащие вас вопросы. А если нет, то не поминайте лихом. Ну. Ну ладно, что. Вообще, кстати, я думаю, можно на базу съездить будет еще разок. Набрать винтовок. А сейчас так уж и быть. Мы человек очень добрый. Мы, я. Мы, я. А, нет, подождите. Я с собой дополнительную винтовку взяла. Какая же я умничка. Я горжусь собой невероятно. Сейчас мы быстро мистеру мини-тумену и поможем. Так, я не поняла, где патроны. А, все нормально. Ух, ух, какие-то очилки понадавали. К сожалению, серия получилась слишком длинная. Поэтому на этом моменте мы заканчиваем. А в следующей серии будет уже окончательный финал. Он уже записан. Просто он не влез в эту серию. Поэтому не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Обязательно завтра утром включайте. Потому что выйдет самая последняя серия этой игры. Всем спасибо. Пока.